Телеканал Самара ГИС совместно с ветеринарным центром Флагман Вет продолжают уникальный проект Зоопатруль. Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала вместе с ними выезжает и спасает четвероногих друзей. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра Флагман Вет спасли сотни животных, сотни приютили. Проект телеканала Зоопатруль расскажет о прирученных, но преданных хозяевами животных. На этом хвостатом новоселе можно изучать анатомию собак. Пес появился в ветеринарном реабилитационном центре у села Лопатина поздним вечером. Константин Демидов, услышав звук отъезжающей машины, вышел за ворота и обнаружил его привязанным к ручке входной двери. Поворачиваюсь налево, в темноте, там не так много освещения, стоит скелет. Собака похожа на гонщую, просто подкидыш. Голодная собака, худая, там анатомию изучать можно собачью. Ну, довольно-таки ласковая, добрая, слушается человека. Подкидыши назвали Добби в честь домашнего эльфа из серии романов Джован Роулинг о Гарри Поттере. Информацию о подкидыши разместили в чате села Лопатина, но пока никто на сообщение не откликнулся. Сейчас Добби выхаживают в ветцентре. Собака в очень тяжелом состоянии, то есть на максимальной степени истощения, можно сказать, у нее анорексия. То есть все кости просматриваются, прослеживаются. Собака очень долго не получала должного питания, либо, помимо прочего, имеет еще какие-то проблемы со здоровьем. Схожая судьба и у собаки по кличке Федя. Его приручили рабочие со стройки в центре Самары. Когда работы были завершены, люди просто бросили ставшего ненужным им пса. На собаку внушительных размеров обратили внимание волонтеры. В результате Федя поселился в ветеринарном центре. Связались с людьми, которые его приручили, можно сказать, завели. Они сказали, что надоело, не хотим забирать. Собака очень классная, умная. Но, тем не менее, здесь есть две стороны у этой медали. То есть Федя может кому-то казаться опасным, а может даже может произойти какой-то инцидент. И с Федей, конечно же, может что-то случиться. Потому что вот такая вот беспризорная жизнь на улице, как правило, для приметных собак ничем хорошим не заканчивается. Несмотря на то, что Федя был предан и брошен строителями, на людей он зла не держит. По словам сотрудников ветеринарного центра, характер у пса добродушный. И теперь ему ищут новых ответственных хозяев. Ждет новых хозяев и эта пушистая кошка. Жарким июльским днем ее и несколько котят подбросили к дверям ветеринарной клиники. Переноску с животными даже не убрали в тень. В июле месяце, как раз был очень жаркий день, пришли работники на работу сюда, в стационар, и обнаружили около ворот оставленную переноску. Причем стояло прямо на солнце, на жаре, внутри оказалось кошка и двое котят. То есть, ну, таким образом вот кто-то подбросил нам животных. Естественно, их взяли в госпиталь, разместили, ухаживаем, кормим. И, естественно, они ищут дом. Случаи, когда уже прирученных животных хозяева подбрасывают к дверям ветеринарных клиник и приютов, нередки. Правда, в ветцентр «Флагманвет» собак подкидывают редко. Нам, наверное, везет, и я не могу сказать, что это частая история, наверное, потому что в большинстве случаев мы откликаемся помочь безвозмездно. У людей не возникает такого желания. Но клинику в городе чаще кошек. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагманвет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы.